Виктор Томенко примет участие в торжественном открытии 18-х краевых дельфийских игр, посетит Музей истории горного производства имени Акин Федемидова, осмотрит Центральную районную больницу, а также оптико-лазерный центр имени Германа Титова и площадку, где строится спортивно-оздоровительный комплекс. С руководством района Томенко обсудит вопросы развития здравоохранения. А в Наукограде между тем обострилась ситуация с разносом песка и пыли, пишет бийский рабочий. Чиновники мэрии обратились к руководителям предприятий и организации с напоминанием о том, что закрепленные за ними прилегающие территории нужно тщательно убирать. Песок и пыль, говорится в обращении, оказывают негативное влияние на здоровье горожан, особенно детей, пожилых и больных людей. О страшной трагедии, случившейся в День России, сообщает сайт Банкфакс. В Новосибирской области с моста упала машина, в салоне которой, утверждают участники интернет-сообществ, находилась молодая семья из Алтайского края. Свидетели происшествия рассказали, водитель машины с алтайскими номерами в какой-то момент не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Машина перевернулась на крышу, а после упала в воду. Очевидцы утверждают, за рулем авто была молодая женщина. Кроме нее в иномарке находились ее муж, их полуторагодовалый ребенок и еще один пассажир-мужчина. Все они погибли, предположительно утонули. Елена Макаренко, Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok